самое трудное самое трудное в бизнесе это налажение бизнес-процессе почему это самое трудное потому что кто-то не так понял кто-то не то качество делал или не вовремя делал и так далее так далее так далее я сейчас два важные вещи попытаюсь объяснить попробуйте внимательно мне послушать чтобы один раз если у нас в голове это складывается дело пойдет очень хорошо например вот машина возьмите машина машине с много запчастей так очень много запчастей а вот эти действия функции то есть как эти действия которые проходят с одного запчаста придет к другой это двигает на вот он двигает того мир руль двигаем это двигает там шоссе шоссе двигает там колесо и так далее так то есть это получается почему машина через машины легче объяснить например здесь зажигание вы крутите тут же начинается мотор двигаться что-то начнет там горит и так далее так все начнет педаль нажимаем какой-то то есть мы делим какое-то действие и это начинается цепочка действий двигаться так теперь внимание обратим я одного этого спросил одного мастера который делает ремонт машине я ему спрашиваю скажи пожалуйста вот когда машина привезут тебе сидели шремон большинство проблем машины с чем связаны и знаете что он мне говорит все проблемы связаны где где происходит соединение частей где происходит чего соединение частей вот так много друг друга за руку держите друг друга за руку держите держите за руку вот смотрите получается что все проблемы связаны с вот здесь а сам по себе индивидуальный человек крутой хорош в бизнесе он хороший человек но то что вот здесь он делает проблема здесь либо не то бумага привезда либо не вовремя до либо не так давал либо сломан не принес проблема происходит где люди взаимодействуют зона взаимодействия людей как запчасти бывает мне этот монтёр сказал мой вот это мастер машина сказал что 22 процента говорит все проблемы не по машине закрывать не то есть именно где происходит соединение частей соединение частей а бизнес-процессах это точно также где происходит взаимодействие людей вот здесь проблема он что-то сказал это не так понял он пошел для по-другому или это давал что-то давал но не то что это хотел простой вещь принеси посуду он пошел на место стакан тарелка принес позови клиентов или позови там кого-то или что-то делать это дело отчет он принес не то делал отчет бумаги за чудес но не то то есть получается что многие проблемы где окás сов получается где происходит воззаимодействие людей ребята я могу объяснить где они контактируют где они контактируют теперь внимание вот где они контактирует там происходит потери напишите там что происходит потеря деньги потери продукт потери товар вот это брак и все появляется там потеря информация или искажение информации скажем да да вот где вот это все взаимодействие происходит вон там происходит потери постоянные потери потери продукт то есть товар исчезает воруют куда-то деваться просрочки искажение информации или перепроизводство здесь какие проблемы три проблема первая проблема какой здесь три первая проблема потери потери они бывают в виде время в виде денег и так далее 2 виде перепроизводства он что-то делал а потом за него надо пойти еще повторить приделать его надо он делал не получилось простой вещь скажу очень простой вещь я заказал зеркало вот стекло офисы офисы заказал эта компания пришло измерял и пошли делали когда они привезли это было где-то на 3 или 5 сантиметров меньше как вы думаете согласились его поставить у себя я сказал нет а низкой извините пошли это было бешкики они пошли заново делали это зеркало в зеркало делать узоры и так далее это дорогой технология он дорога обойдется они тысячи зеркала заказ отправлять алмату алматы делать обратно привозит мне свечки к стакмака они обратно отправляли их алмату делали новые получается что то что делали предыдущие уже как не знаю к новик лент появится продадут не продал лежит так получается послушайте до конца что понял что такое перепроизводство и 2 получается они привозят мне и тут пока не привезли там трещинах а я его брал я отказал а это все с чем связано бизнес-процессы они его привезли уже там было трещина я сказал делайте заново и они заново делали я следил думал как эта компания до сих пор прибыли это же почти это безумие какой-то хорошо что от того что на именно это направление конкуренция мишени на вина у них марж nella нас очень высокой они очень дорого берут я думал наверное поэтому не до сих пор живи видите вот где вот это происходит там происходит что перри производство повторно придется делать повторно придется одна это же работа придется повторно делать а когда видно и та же работа повторно делаете соответственно это затратили скоросту зарплатара платить надо время налоги жить то что мы живем с вами это все уходит это все подражание итоги подражает в это все на себестоимость вкладывается значит первое внимание обратите ребята первые мы должны понимать что 29 процент проблеме в бизнесе они находятся где взаимок связь проходит между людьми чем хорошо мы оттачиваем обдумаем вот здесь тем лучше работа пойдет кто понял запомнить это как соединение два труба с к соединения два труба сделайте так что вода оттуда не стекло поэтому как мы чё делим с вами мы ищем человека 90 процент наши фокусы в голове найти человека мы человек найдем а потом говорим теперь ты сам делай чтобы у тебя работа хорошо пошло мы не думаем о вот это соединение его мы не думаем о его взаимоотношения какой формате должно быть когда мы не даем ему готовые инструкции готовая система ему придется самому изобретать его кто понял а когда ему придется самому изобретать теперь внимание когда он придется самому изобретать соответственно каждый из них делят по-разному и поэтому у нас многие вещи не складывается и мы начинаем депрессии попасть нервничать эмоциональный срыв и мы начинаем думать что человек плохой кто понял нужно сделать так чтобы момент больше фокусироваться детализировать повторяю детализировать именно взаимосвязь этих людей детализировать детально расписать если у вас вот это взаимосвязь между людьми детально не расписано я скажу вам что у вас нету система и мощь близко мои люди все знают мои люди знают все как делать что делать игру нет брат мой не пойдет почему не пойдет потому что этот человек если заболеет уволиться другого воспитать пока это все у тебя легко не получится а если даже тик сам участвуешь там сам управляешь идти все знаешь все хорошо и если вдруг ты куда-то поехал отдыхать а там не работает система кто мне понял ребят